Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! От того, что мы видели на американском фондовом рынке и все, если уже заканчивать криптоинструментами, рынок, который продолжает будораживать воображение всех, кто хоть как-то причастен к спекуляциям на финансовых рынках. Потому что биткоин, альпкоин и вообще вся криптоиндустрия показывает чудеса. Волатильности – это какие-то немыслимые движения за кратчайшие промежутки времени. И трейдеры так устроены, априори каждое движение начинают пересчитывать, конвертировать в потенциальную прибыль. Вот почему, собственно, этот рынок по-прежнему сплачивает большое количество трейдеров, которые, несмотря на те продажи и просадку, которые мы наблюдали, верят в эту индустрию, верят в рынок, старательно ищут монетки, которые можно поднять с донных минимальных уровней и вместе с ними повторить историю успеха биткоина. Ну и прочих экспериментов, которые показали тысячные проценты роста. Но сделать это будет не так уж и просто, друзья. Мы с вами своего рода эксперименты еще в конце прошлого года провели, сделав ставку на Ripple. Ну посмотрим, как этот актив отработает себя в этом году. Я считаю, что потенциал для него, в плане роста, уж точно сохраняется. Потому что Ripple при всем негативе, который на рынке можно найти в отношении этой валюты, и самое главное, пожалуй, из этого негатива сводится к тому, что это и вовсе не криптоинструмент, потому что к нему не применимы. Те правила, которые мы привыкли отождествлять с криптоиндустрией. Это ограниченное количество монет, это майнинг, блокчейн и так далее. Но все-таки Ripple находится в списке тех инструментов, которые мы анализируем, исследуем, обращая внимание на крипто-рынок. И как ни крути, но Ripple, он затесался среди сейчас основных представителей этой индустрии. И по праву, мне кажется, занимает свое место, друзья. Мы видели, каких движений можно дождаться по этому инструменту, ориентиры еще более заоблачные. Ну, почему бы нет? Ведь это по-прежнему одна из самых дешевых криптовалют, которые присутствуют во всей этой индустрии. Валют, у которых есть интересная идея. Я думаю, что те, кого вообще интерес к Ripple с моей стороны заинтересовал, а может быть, даже вдохновил на такое же, скажем, воодушевление перспективами этого инструмента, уже поискали, с чем может быть связан его рост. Ну, не знаю, это все, конечно же, предположения. Мы не можем даже, скажем, заглядывать на несколько месяцев в отношении тех инструментов, которые вроде бы как изучены, которые позволяют нам говорить о big data, самом настоящем. И уж тем более в отношении криптовалют, заглядывать на перспективы конца 2018 года, это может быть весьма самоуверенно. Но мы периодически делаем такие вот амбициозные планы, ставим, казалось бы, немыслимориетиры и иногда их достигаем. Друзья, это правильно, потому что наше психологическое восприятие и вообще наши порывы, которых мы придерживаемся, торгуя финансовым инструментом, они очень важны. И это то, что должно быть практикой, опять же, любого трейдера, вот эти визуализации, которые в конечном счете очень часто способствуют достижению цели. По Ripple, если вы помните, мы поставили ориентировать к 10 долларов. Сейчас инструмент торгуется гораздо ниже текущего значения, даже меньше доллара стоит, исходя из последних котировок, около 0,72. Вы понимаете, что здесь речь идет о потенциале профита больше, чем в 1000%. Посмотрим, будем следить, анализировать и ждать этого целевого ориентирования. Ну а теперь, друзья, давайте вернемся к нашим традиционным инструментам. Нефть, которая тоже пока делает все, что от нее зависит, для того, чтобы у нас, как продавцов этого актива, было хорошее настроение. По нефтянке мы некоторое время назад, даже, возможно, поддавшись, опять же, тому трендового движения, который заразился на рынке, начали сомневаться в том, правильно ли мы делаем вообще продавать этот актив. А сейчас котировки уже отбросили очень существенно от психологической планки в 70 долларов за баррель. Кстати, Brent сейчас котируется на уровне 65,31. То есть нам совсем чуть-чуть нужно пройти, чтобы коснуться поддержки в 65, которая является нашим ближайшим ориентиром визуальным. Это не тот уровень, когда мы должны будем зафиксировать результаты коротких позиций. Нет, это только тот уровень, который мы обязательно достигнем. И на нем нам станет более, скажем, надежнее, что ли, торговать дальше этой средой, этим рынком, этим инструментом. И на этих уровнях нам будет проще обозначать уже более нисходящие ценовые значения. Какой новостной фон мы сейчас отыгрываем? Котировки нефти действительно снижаются. И от центра, внимание, блок статистики из США. Это традиционные отчеты по запасам и объему нефтедобычи. У нас буквально за день до среды, то есть во вторник, вышел отчет от Американского института нефти. Там запасы снизились, ну, на очень символичную цифру, на 1 миллион. И все равно эта статистика отчасти нас доукновила, потому что официальные данные, ну, при таких отчетах АПИ, имели очень хорошие шансы показать, что запасы все-таки выросли. И мы ожидали рост запасов не только потому, что нам хотелось бы видеть такую статистику, исходя из наших ориентированных планет. Мы понимали, что сейчас нефтеперерабатывающие заводы США вступили на путь сезонного техобслуживания. Это в конечном счете снижает объем потребления, ну, разумеется, способствует накоплению запасов. И наши ожидания были вознаграждены, друзья, потому что по официальным данным запасы выросли на 1,8 миллиона. Это чуть ниже, чем прогнозы, но все равно это вторая неделя роста запасов подряд, которая сломала тренд из 10 недель снижения подряд. Еще больше участников рынка вдохновила статистика по объему роста нефтедобычи в США. Мы с вами, будучи оптимистами, но и реалистами, полагали увидеть прирост на 50-60 тысяч баррелей в сутки. Были бы этому крайне, скажем, этому отчету благодарны и довольны этой статистикой, потому что такой цифры было бы достаточно, чтобы официально, со ссылкой на Международный энергетический агент, точнее, Администрацию энергетической информации, говорить о достигнутой планке в 10 миллионов баррелей по производству нефти. Но, друзья, наши ожидания здесь оказались, скажем, даже не грамм, не близкими к тому результату, который мы практически увидели. Потому что производство нефти увеличилось на 332 тысячи баррелей. Не помню, был ли вообще когда-нибудь за неделю такой прирост. И, соответственно, до этого у нас был совокупный объем добычи 9 с небольшим. И сейчас, с учетом такого буста, мы с вами коснулись планки в 10 миллионов и, скажем, перевалили за нее. Знаете, как важное психологическое сопротивление, когда нарастает интерес, собираются большие объемы. И если рынок чем-то вдохновлен, это сопротивление не просто тестируется, оно быстро ломается. В данном случае то же самое можно сказать и по планке в 10 миллионов баррелей в сутки по производству. Мы оказались выше. Нам теперь можно смело выдохнуть, потому что теперь мы знаем, что Штаты претендуют на первое место по объему добычи. Штаты достигли рекордного показателя по производству за последние 50 лет. На этом они останавливаться не будут. Штаты завалят рынок глобальной баррелями нефти, который по производству, по количеству будет больше, чем спрос со стороны мировой экономики. И еще такая ремарка. Перед тем, как мы получили статистику от Администрации на юридической информации, буквально за день до этого это же ведомство опубликовало доклад, в котором повысило прогнозы роста по ожиданиям нефтедобычи на этот год и на 2019-й. И на этот год значилась планка в 10,4 миллиона. Друзья, сейчас у нас 10,25 год только начинается. Поэтому я уверен, что прогнозы будут пересматриваться в сторону повышения. И мы увидим в конечном счете те уровни, на которые даже не могли ориентироваться. Я теперь всерьез допускаю, что Штаты могут увеличить производство даже до 11 миллионов до конца этого года. И на самом деле на такую статистику мы могли бы наблюдать более интересную реакцию трейдеров, потому что все-таки речь идет о психологических цифрах, о планках исторических моментов. Мы свидетелями того, что история сейчас вершится перед нашими глазами. Если бы не один маленький фактор, который выступил поддержкой для покупателей, это новости со ссылкой на Reuters об очередных проблемах с нефтепроводом Fortis, который перегоняет, транслирует как угодно, назвать, почти полмиллиона баррелей в сутки с Северного моря. Не знаю, друзья, я сегодня по еще информации, что там опять случилось, но вы помните, под конец 2017 года мы уже работали с этим новостным фоном, и котировки нефти на этом неплохо выросли. Кстати, достигли 70 долларов за плату, и сейчас опять этот фактор выносит определенные коррективы в динамику, но не то чтобы существенно, потому что цены на них все-таки снижаются. Я уверен, что у Fortis, и не помню, правда, как называется компания, которая занимается мониторингом и обслуживанием данной нефтяной магистрали, но обязательства на них, конечно же, возлагаются серьезные. Они отвечают за колоссальные объемы транзита, и в связи с этим уже наверняка была получена директива в кратчайшие сроки, собственно, восстановить инфраструктуру. Поэтому этот новостной фактор очень быстро сойдет на нет. Я думаю, что максимум через неделю мы будем боять о том, что с поставками нефти все нормально. И будем, друзья, продолжать сыпаться вместе с ценами на нефть ниже и ниже 65. Давайте поставим ближайшим ориентиром, где уже можно будет задуматься о фиксации профита на отметке в 60 долларов за баррель. Рубль, соответственно, логично тоже пропустил вперед своих валютных конкурентов доллара и европейской валюты. 57.72 доллар-рубль сейчас котировки. При закреплении нефти ниже 65, я думаю, что и рубль будет постепенно смещаться уже в районе 59. Сегодня, как откроется московская биржа, через 19 минут, думаю, что давление на рубль будет сохранено в прежнем формате. И, возможно, завтра нам уже удастся говорить про котировки 58. Надеюсь, друзья, что вы воспользовались прежней рекомендацией и закупились валюты против рубля еще тогда, когда мы наблюдали котировки 56. Дальше идем. Доллар и иена. Здесь особо сказать и выделить нечего. Единственное, что мы сейчас можем снова говорить о росте доллара. В частности, данная валютная пара котируется на отметке 109.55. Как я и говорил, друзья, мы имеем все шансы, чтобы закрепиться до конца этой недели выше 110. Про прежний фундамент уже было очень много сказано. Он никуда не девается. Это, скажем, то наследие, которое идет за нами, это поддержка серьезная для доллара, потому что отчеты будут влиять на решение ПРС по процентным ставкам. Сейчас мы с определенной осторожностью наблюдаем на американский фондовый рынок, но, согласитесь, паники там нет. Он логично, абсолютно предсказуемо на фоне тех распродаж, которые случились, продолжает постепенно корректироваться вниз, снимая ту перекупность, которая образовалась еще очень и очень давно. Поэтому трейдеры смотрят на то, что происходит в рамках американской фондовой секции, как на нормальное, скажем, контртрендовое движение, на одну из пассов, которые привычны и характерны для каждого трендового движения и любой динамики, любого инструмента. Поэтому сейчас нет причин уходить в защиту, нет причин паниковать и парковать себе капиталы во франках, в облигациях и так далее. У иены не так уж и много сейчас факторов поддержки, поэтому мы можем ее продавать и, соответственно, покупать доллар. Вчера еще высказывание одного из самых влиятельных представителей ФРС Эванса, который снова, скажем, подхватив риторику еще Джанет Йеллен, я думаю, что, возможно, ему будет принадлежать первая скрипка по поводу чрезмерного оптимизма в отношении американской экономики. Хотя, наверное, слово «чрезмер» не так уж и правильно, ведь действительно в Штатах сейчас ситуация складывается настолько хорошо, что мы не видели таких сильных отчетов уже много лет. И, в частности, Эванса считает, что безработица снизится до 3,5%, я разделяю его позицию, и в связи с этим инфляция будет расти. Конечно же, следующие ставки будут повышать, безусловно, и безработица будут снижаться, и инфляция будет постепенно расти. На это мы с вами ориентируемся, друзья, покупая доллар, продавая японскую валюту, ищая поддержку для нашей длинной, трехосрочной инвестиционной идеи. Евро снижается, причем вчера был довольно интересный фон европейского происхождения. Не то чтобы он стал противоречивым, в частности, даже позитива было больше, но все равно евро просел. Из негативных новостей, это динамика промышленного производства в Германии, в месячном выражении мы снизились на 0,6%, против прошлого роста на 3,1%. Не понимаю, что происходит со статистикой по Германии, потому что у нас в рамках одной недели, скажем, то отчет хороший, то отчет плохой. Здесь можно делать любой вывод, друзья, по состоянию промышленного сектора, но в любом случае, какой бы вывод вы ни сделали, вряд ли он будет влиять на то, что реально происходит с евро, потому что европейскую валюту, уверен, совершенно неграмотно не интересует состояние промышленного сектора. Европейскую валюту интересует только то, что происходит с монетарной политикой, с процентными ставками, с программой количественного смягчения, и интересует спрятоконности между европейскими облигациями и американскими. Промпроизводство, при всем уважении, особого вклада в все вот эти компоненты и водные не уносит. Из позитива. Еврокомиссия пересмотрела прогноз по росту ЛУП еврозоны с 2,1% до 2,3%, и рост инфляции также ждает с нау-4% до 1,5%. И ближе уже к концу торговой сессии пришел еще позитивный комментарий о якобы достигнутом прогрессии в формировании традиционного правительства. То есть вопрос, друзья, который сейчас стоит задать, действительно ли найден выход из политического топика Германии, который продолжался 4 месяца. У нас уже был некоторое время назад позитивный момент о том, что якобы партия Меккель смогла договориться со социал-демократами. Мы на этом начали отрастать до европейской валюты, а потом оказалось, что прогресса нет. Поэтому сейчас давайте тоже не будем бросаться в омут с головой, доверяя этому позитиву. Возможно, опять возникнут какие-то трудности. И до евро, собственно, не отреагировало ростом на этот новостной фон. Видимо, научным опытом тоже. Нужно подтверждение этого, подтверждение пока нет. Европейская валюта, может быть, снижается еще и потому, что наконец-таки стало больше адаптироваться к комментариям Европейского центрального банка, которые, как вы помните, гласили о том, что курс должен быть пониже, потому что низкий курс это то, что способствует достижению цели по инфляции. В общем, евро продаем дальше. Австралийцы против доллара можно тоже охарактеризовать довольно-таки обширно. Австралийцы снижаются. Это реакция на процентную ставку и больше даже, если сказать, на комментарии, которые мы слышали от Резервного банка Австралии. Как и раньше, Резервный банк Австралии повторил приверженность тому, что будет придерживаться мягкой экономической политики, обозначил ряд проблем, о которых мы все знаем. Тезисы тоже неизменные. Высокий обменный курс тормозит экономику, способствует тому, что, скажем, показатели инфляции зажат в зону, из которой ему трудно вырваться. И инфляция, действительно, остается еще отстающей от целевых значений. Очень много вопросов было к рынку недвижимости. Также Резервный банк Австралии крайне настороженно отозвался о текущем состоянии заканетованности домохозяйства и довольно скромных приростах зарплаты. И вывод, собственно, сам Резервный банк Австралии сделал и в период Резервного банка Австралии мы сделали вывод о том, что если уж домохозяйцы закритованы, то как можно вообще сейчас повышать процентные ставки? Это ведь вообще может вверхать экономику в состоянии рецессии, потому что потребители попросту не адаптируются к тому, что происходит. Вот почему, друзья, я предлагаю ставить на то, что мягкая политика будет продолжена. Это политика, которая уже доказана, подтверждена временем. Уже у нас колоссальный опыт по этому. Это та политика, которая будет существенно ограничивать рост австралийца. И считаю, что сейчас были вообще шоколадные уровни продать австралийца, когда пара держалась выше отметки 0,8. Но даже сейчас, друзья, глядя на цены, одну секундочку, у нас австралийцы торгуются на уровне 0,78-0,5. Все равно еще потенциал может выжить, потому что цель 0,75-0,76. Новозеланец тоже как отдельная инвестидея. Я вас сразу готовил тому, друзья, что Новозеланец будет коррелировать с австралийским долларом, и фундамент, может быть, даже подтащит под эту нисходящую динамику, то есть адаптирует, приспособит. До этого мы видели, как Новозеланец рос на данных по рынку труда хороших, но у нас было четкое понимание, что на предстоящем заседании Резервного банка Новой Зеландии снова будут обозначены точно такие же риски для экономики, как и в рамках Резервного банка Австралии. И наши ожидания с вами оказались обратны, потому что ставку не изменили, но отметили, что стимулирующая политика будет необходима, и дальше, как, собственно, ИЦБ говорил. И еще вот я отметил, что нужно для себя усвоить и уяснить то, что Резервный банк Новой Зеландии был вынужден скорректировать сроки достижения цели по инфляции с третьего, точнее, с второго квартала 2019 года, у них по цели в 2% был обозначен этот таргет временной, и поехали эти ориентиры аж на третий квартал 2020 года, то есть, можем сказать, на год они пересмотрели прогнозы по достижению цели и фактически признали в связи с этим то, что экономика нуждается в экономических стимулах, и важный еще комментарий, что Резервный банк Новой Зеландии среди развитых регионов, развитых регуляторов может быть тем, который снизит даже процентные ставки для того, чтобы помочь экономике. Вот почему новозеландская валюта оказалась под давлением, я надеюсь, что вы смогли прокатиться на продаже, и надеюсь, что еще не зафиксировали профит, потому что снижение продолжится. И что касается, друзья, рынка криптовалют, в частности, вчера у нас довольно неплохая сессия для биткоина, для альткоина, для всей индустрии, биткоин вырос больше, чем на 15%, не будем говорить о том, что произошел разворот, потому что я лично не верю в то, что рынку удалось и удастся оклиматься за столь короткие промежутки времени, это лишь тоже элементарная, понятная, логичная фаза тех распродаж, которые были. И считаю, что вслед за этим небольшим восстановлением, к сожалению, на рынке еще будут какое-то время преобладать и доминировать негативные тенденции. На что же отреагировал рынок в позитивном ключе? Вчера в Асенате, скажем, в США состоялась очередная сессия, где обсуждали перспективы крипторынка и выступали, собственно, главы комиссии по торговле товарными фьючерсами и комиссии по торговле ценными бумагами, то есть CFTC и СЭК. Собственно, какие ожидания были? То, что это те представители, ну, можем сказать так, монетарные элиты в Соединенных Штатах Америки тоже будут крайне негативно высказываться о криптоиндустрии. Но оказалось, что у них были довольно нейтральные и мягкие комментарии. И самое, наверное, важное из них то, что рынок криптовалюты имеет полное право на существование, только его нужно немного адаптировать к этим законодательным рамкам и регуляции. И, в частности, вот, ссылаясь на комиссию СЭК, были проведены параллели с ICO, ICO с IPO, то, что токены, которые имитируются, действительно их нужно приравнять к ценным бумагам по статусу права. И, соответственно, если так, они должны регулироваться уже комиссией по торговле ценными бумагами. До этого мы говорили, констатируя негатив, что исправить ситуацию может только позитив в области регуляции. И, ну, не знаю, можно ли говорить о том, что это тот позитив, который сможет развернуть цены на криптовалюту. Я думаю, друзья, что это еще не совсем то, что нужно. Поэтому локальная бычая реакция возможна. Но это, скажем, всплеск интереса, который вряд ли приведет к развороту. Поэтому сейчас, как и всегда, конечно же, нам приходится принимать решения на свой страх и риск, но особо не торопитесь. И не нужно, скажем, закладываться под долгожданный разворот. И, основа, как говорят многие, загружать поповедный свой депозит в расчете на то, что многие активы покажут вам многие иксы, скажем, в ближайшее время. Я думаю, что нужно еще немного подождать. Из важных событий сегодня ждем в 12.00 выступления Филиппа Луэ, который возглавляет Резервный банк Австралии. Соответственно, ждем еще один триггер для распродаж австралийца. И в 15.00 сегодня у нас в центре внимания британская валюта, потому что куча событий, заседания, протоколы, голосования по монетарной политике, прогнозы по экономическому росту инфляции. Это сегодня то, что будет посвящено британцу. Я рекомендовал вам присмотреться к этому фундаменту, потому что он может помочь, он тоже звернулся, снова, кажется, выше 1.40. Лично я покупаю фунт уже сейчас, хотя, в принципе, делаю это уже давно, но были более высокие ценовые значения. Я просто не зафиксировал, потому что жду пару фунт-доллар на отметке 1.46-1.47. Сегодня делаю большую ставку на британский регулятор. Надеюсь на то, что он поможет нам снова оказаться выше отметки 1.40. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.